МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Тема сегодняшней программы – «Наркотики. Угроза гражданской безопасности». В мире по разным оценкам доходы от незаконного оборота наркотиков составляют от 500 миллиардов до полутора триллионов долларов в год. Только в Западной Европе доходы наркобизнеса равны 200 миллиардам долларов в год. Огромный процент от этих денег используется на развитие наркоторговли и финансирование террористических организаций по всему миру. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона – это слезы людей, чьи близкие своими жизнями оплатили супердоходы тех, кто наживается на человеческих слабостях и горе. Статистика Организации ВНФ фиксирует около 200 миллионов человек во всем мире, которые страдают наркозависимостью. Но специалисты утверждают, что реальное количество таких людей гораздо больше. Не обошло это зло, мировое зло и нашу страну. Более того, в статистике Интерпола мы до 2005 года занимали достойное в кавычках место в графе «страна-потребитель наркотиков». Затем стали двигаться вверх и в графе «страна-производитель наркотиков». Сегодня мы еще и часть международного наркотрафика. В Молдавской столице прошли публичные слушания на тему «Ситуация с трафиком и потреблением наркотиков Кишинео». Организаторы слушания у нас в студии. Здравствуйте. Депутат парламента от партии «Социалистов» Владимир Насталко и муниципальный советник Динария Кожакарова. Доброе утро. Это я уже просто, чтобы представить вас зрителям. Ну, принято считать, что сегодня в мире об угрозе наркотиков больше говорят, чем делают. Ведь много общественных, каких-либо государственных, на разных уровнях мероприятий проводятся, посвященные этой теме. Но как повернуть ситуацию в нужное русло? Что удалось, например, вам сегодня услышать в ходе этих слушаний в качестве приоритетных задач? С чего надо начать, чтобы эта проблема наркозависимости, употребления наркотиков не становилась национальной проблемой? Дело в том, что это уже национальная проблема. Хотим мы это или не хотим, мы имеем такую ситуацию. Это первое. Второе. Цель сегодняшних слушаний круглого стола, встреч, можно по-разному называть это событие, она заключалась в первую очередь в коммуникации, в обмене мнениями. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас есть проблема, проблема отсутствия коммуникации между гражданским обществом, вот теми общественные организации, в которых вы говорите, кто занимается наркопроблематикой, ВИЧ, СПИД-проблематикой, зависимостями в целом, госструктурами, в данном случае мы говорим о местных властях, о дирекциях премарии и непосредственно теми родителями, родительскими комитетами и так далее и тому подобное. Все это создало то, что на сегодняшний день у нас в городе существуют организации, которые работают, некоторые эффективно, некоторые менее эффективно, некоторые только начинают работать, некоторые смотрят, как это делается. Существуют на сегодняшний день государственные структуры, муниципальные образования, в данном случае дирекция, дирекция здравоохранения по правам защиты детей, социальная дирекция и так далее и тому подобное, образования в том числе, которые каждое в отдельности что-то делают. У каждого есть план действий, у каждого есть программа какая-то, какие-то даже ресурсы выделяются на это, план мероприятий. Вот сегодня дирекция образования показывала ролики, показы отчитывали, сегодня так говорит, сколько детей они вовлекли во внеклассную работу, назовем это таким понятием. Но при всем при этом полиция муниципальная докладывает о росте правонарушений, о росте преступников, о росте уголовных дел, провела статистику, к сожалению, негативную. Она из года в год увеличивается у них и раскрываемость, увеличивается и количество людей, которых они поймали. Как правило, это нет разделения в полиции, кто такой наркоман, кто такой зависимый и правонарушитель. Для них это один и тот же человек, что неправильно. С другой стороны, наркодиспансер республиканский докладывал ситуацию по муниципию Кишинева. Из 11 тысяч с хвостиком зависимых, официально зарегистрированных у нас статистикой в республике, 7 тысяч с лишним у нас в городе Кишиневе. Из них 3-400 это сильно зависимые, которые сидят на тяжелых наркотиках. Это и сегодня ситуация. Были общественные организации, которые высказывали свое мнение с опытом. И было много интересного. Самое главное, эти слушания, в чем их плюс? Во-первых, они прошли без политики, совершенно без политики, куда были приглашены абсолютно все фракции. Сегодня с утра мы обзвонили руководителей всех фракций в муниципальном совете, пригласили еще раз, помимо тех писем, публичных и личных писем, которые были нами переданы. К сожалению, пришли те, кто пришли. Но судя по тому, что зал был полный, проблема действительно волновала многих. Но в нашей стране существует какая-либо национальная программа по борьбе с наркотрафиком, с наркозависимостью, с употреблением наркотиков? У нас в стране существует национальная стратегия с 2011 года по борьбе с наркотрафиком, по проблеме наркомании в целом. Но, понимаете, к сожалению, как и многие другие документы, выработанные в 2009, 2010, 2011 году и до наших дней, они носят более такой декларативный характер. Потому что что такое стратегия? Стратегия — это не просто 20 листов текста, это четкая программа, это четкий план действий с абсолютно точными мероприятиями, со сроками исполнения, с критериями эффективности, с понятным финансированием, сколько денег заложено под это. У нас в стратегии республиканской, да, заложены определенные финансы, но так как она межминистерская, то есть разные министерства принимают в ней участие, министерство МВД, даже министерство обороны есть, социальные министерства образования, каждый работает в одиночку в этом направлении. И знаете, как у нас сейчас получается, вот этот принцип в плохом смысле выражения чиновника, я делаю вот только это, а все, что происходит рядышком, это не мое, а ведь эта проблема комплексная. И сегодня впервые на слушаниях об этом сказала и полиция, об этом сегодня сказали и чиновники, мэрии, то, о чем говорит гражданское общество уже давно. На уровне города, к сожалению, пока стратегии нету, что есть в других столицах. Динария, вот вам вопрос. Вы практикующий медик. Насколько действительно эта проблема, проблема наркозависимости для нашего общества является, ну, одной из, то есть болезненной. Это первый вопрос. Второе. Кто в зоне риска, по-вашему, в результате этой проблемы? И насколько государство сегодня наше, ну, или ВЦ Минздрава, готово противостоять? Достаточно ресурсов Минздрава, достаточно усилий сами чиновники проявляют в отношении, или в борьбе с наркозависимостью? Вы знаете, вы знаете меня как более такого критичного человека, я как критик. Само министерство, мое личное мнение, ничего не делает. Если что-то делается, это все только на бумаге, как коллега говорил, что есть какая-то стратегия. Да, может быть, где-то есть там на какой-то полочке, но на самом деле ничего не работает, поскольку это целое звено, которое крутится вокруг человека. Это начинается от того времени, где молодежь просто нечем заняться. Родители за границей, либо родители допоздна работают с одной работой, на другой бегают. Это основная группа риска, получается, молодые люди? Нет. Ну, давайте так. Это те начинающие, но самые такие большие интоксикации, самая большая смертность, это у них. Почему? Они не знают, как дозировку делать, они не знают, сколько употреблять, они не знают даже, как проявляется клинически себя та же передозировка. И они даже не могут, так скажем, побороть свое «давай попробую», ведь это как начинается. Находится добрый дядя, который во дворе видит, что ребенок без присмотра, так скажем, и «держи, попробуй». Это то, что делает министерство на данный момент, ничего не делает. А мы пожимаем плоды. Насчет риска. Риск он у всех. Почему? Потому что все заболевания, как СПИД, к примеру, тяжелые формы, даже того же туберкулеза, передаются от этих маленьких обществ. Они ведь собираются где? На какой-то квартире, где никакой гигиены, где никакого присмотра. И там все это есть. Они просто по чуть-чуть берут себе домой. А если это молодая мама, она передает это ребенку. А если это, скажем так, сам ребенок, который, попадая, я уже буду говорить, как в медицинскую часть, попадая с каким-то открытым переломом в больницу, кто же подумает, что у ребенка есть какие-то заболевания типа СПИДа. И вот под эту зону риска попадают все те, которые в контакте с ним. Если говорить то, что делается в городе, да, коллега говорил, что все высказались сегодня на нашем заседании. Но это еще раз подтвердило, что в Молдавии, в Молдавии, я повторюсь, нет единого механизма. Если есть какой-то ОНД, который занимает неправительственная организация, который находит какие-то финансы из-за границы, либо самое частое, что встречается, это какой-то человек, который поборол эту болезнь, и он решил внести свою лепту в борьбе с этой болезнью. Вот единственный, кто работает. В остальном полиция, для полиции это, знаете, это просто правонарушение какое-то. Все, они никак не... И он не смотрит, что у него 18 лет, что это первый, что кто-то его обманул. Ему все равно. Это нарушитель. Если говорить про муниципальные структуры, на данный момент они скажут, а у нас нет регламента с этим работать. За границей я смотрел, даже анализировали вместе с коллегой в разных странах. Мы в прошлом году были в Российской Федерации на международном парламентерском съезде против наркомании. Там это механизм, который начинается с детского сада, так скажем, там, где могут дать старшим группам что-то покурить, какую-то таблетку, оканчивая даже с пенсионерами, которые, опять же, за границей употребляют, курят разные типа наркотиков. У нас, к сожалению, этого нет. И более того, по... И никто... Вот я сегодня вечером, почему-то чуть не опоздал сюда. Мы были на Пеливан 13, Пеливан 15. У нас собрание там было с жителями. Там конкретное место, они сказали, вот у нас тут сбор наркоманов. Четкое, ясное место. Если мы пойдем, я уверен в этом, пойдем сейчас в полицейский участок, который отвечает за этот сегмент, он не знает про это. У нас нету даже, так скажем, коллаборари... Сотрудничества. Сотрудничества, да. Полиции с местными жителями. Почему? Потому что все потеряли доверие. А почему вы потеряли? Потому что у нас все могут сказать, что если наркотики, то там есть связь даже с полицией. Полиции не интересует, к сожалению, это мое личное мнение, на данный момент, как решить вопрос. Полиции нужно просто поймал человека, посадил. А ведь этот человек в основном попадается как жертва. А тот, который продает это, тот, который привозит в страну, к сожалению, у нас никто этим не занимается. Ну вот в результате этих слушаний, которые прошли сегодня, можно ли выстроить, ну не знаю, хотя бы какую-то платформу, опираясь на которую, можно было бы, наверное, выстроить какую-либо стратегию? Для того, с чего начать? Для того, чтобы усилить или развить борьбу с наркозависимостью в Молдове? Речь шла, это предложение прозвучало от гражданского общества, от некоторых организаций, о создании рабочей группы, координационного центра, платформы, по-разному можем назвать эту структуру, будущую, для координации работы в городе общественного сектора, полиции, наркодиспансера, в том числе больниц, структур примарии, кто отвечает за эти вещи, сектора образования, сектора защиты детей и так далее, и тому подобное. То есть для того, чтобы у нас был единый центр, кто бы координировал эту работу в муниципе, кто бы предлагал бы решения, кто бы искал бы точки соприкосновения между всеми участниками процесса, потому что вот уже сказал Динария, это очень правильно, ведь полиция смотрит на человека, которого поймала, либо застала за курением, как на правонарушителя. А ведь это не статистика, ведь это человек, он должен как-то был к этому прийти. Кто-то ему предложил это, кто-то ему сказал, что вот под этой скамейкой находится закладка и так далее, и тому подобное. И для того, чтобы не пополнять статистику вновь арестуемых, либо, не дай бог, если его осудят, и он сядет в тюрьму, и не переворачивать ситуацию, что это не потребитель, а что это не правонарушитель, в том плане, что он продает наркотики, а что это потребитель, с ним надо иначе работать, а не тем, чтобы его закрыть и сказать, ты будешь сидеть там, должна быть создана такая платформа. Эта платформа выработает те регламенты, о которых говорил коллега, принципы работы, выявит проблематику, в каких сферах, где сегодня существует больше всего риск, потому что сегодня из всех учеников, которые учатся в городе Кишинёй, почти 40 тысяч это группа риска. 40 тысяч человек. Значит, их надо чем-то занять, этих детей, чтобы они чем-то были заняты, чтобы они с кем-то были заняты, чтобы они получали правильную, добрую, нужную информацию для себя, перенимали нужный опыт. Это с одной стороны. С другой стороны, вопрос финансирования стоит очень важным, потому что одно дело мы можем говорить, а другое дело, как говорил очень правильно Динари, существуют организации, которые с сегодняшний день работают, будем так говорить, это гранты, которые они получают из-за границы, неважно из какой страны, и они выполняют определенные вещи. Кто-то добросовестно работает, действительно приносит пользу обществу, кто-то отрабатывает эти гранты и обналичивает эти деньги. Это не системная работа. Это не системная работа. Грант завершится и все. Правильно. Поэтому необходимо коллаборация, сотрудничество между местными властями и общественным сектором. Почему? Потому что на сегодняшний день так сложилось. Общественный сектор обладает большей компетенцией в этом вопросе. Они имеют волонтеров, они имеют совершенно другой подготовки специалистов, они чувствуют нужду, где в каком секторе нужно усилиться, где нужно отпуститься и так далее. Поэтому выработка этой стратегии на базе общей платформы, которая будет функционировать постоянно, а не от встречи к встрече, она даст результат. Я этому уверен, что в течение года можно что-то сделать. Тем более, что сегодня с этим были согласны и представители примарии. То есть чиновники, они говорили, да, ребята, вы говорите, что вы можете, пожалуйста, мы вам это все даем. Я вам скажу даже больше. Я на днях узнал в примарии, что по направлению ХИФСИДа, ВИЧ-СПИД, точнее, были заложены определенные суммы денег в одной из дирекций примарии. Мы с ними общались, я надеюсь, вопрос сейчас разморозится. Миллион леев, чуть больше миллиона леев. Эти деньги не были освоены, потому что руководство не совсем в курсе, как мне сказали, было насчет этой суммы. То есть мы понимаем, деньги в данном случае есть. Муниципальный совет их выделил, утвердил, они есть, работайте. Но этого нет. И вот отсутствие этого механизма и порождает то, что очень часто у нас в стране, в данном случае в городе Кишиневе, мы собираемся, собираются специалисты, которые устают доказывать государству в лице местных властей, центральных властей, ведомств о правильности, о том, как необходимо работать. Это все превращается в формат и кофе-брейк. Чтобы этого не было, мы сегодня собрали дискуссии, поговорили открыто, без политики. Изучали разные мнения, и критичные, и некритичные. Разные оценки ситуации. Самое главное, были предложения. Мы их подготовили, эти предложения. Мы их систематизируем. Это выйдет на сайте мэрии. В течение пяти дней они будут готовы. Мы создаем рабочую группу, межсекториальную. Мы будем общаться между собой. Это самое главное. Которая выйдет с определенными регламентами. Предложим их муниципальному совету. Сейчас идет формирование бюджета. И те советники, которые были у нас сегодня, это преимущественно советники партии социалистов, только одна женщина была, по-моему, из либеральной партии. Они обещали, они дали слово о поддержке полностью. Только, ребята, покажите, как делать, и покажите, что делать. И вот это все будет предоставлено, аргументировано под точечные мероприятия, а не под что-то. И я уверен, что успех будет в этом направлении. Главное работать, и работать скоординированно. Насколько законодательная национальная база способствует этой работе? Не нужно ли что-то менять сегодня в молдавских законах, для того, чтобы облегчить труд организаций и чиновников, которые должны бороться с этой зависимости? Да, законодательная база, которая есть, на самом деле, в 2015 году. Мы ее улучшили и пополнили. Это, как вы помните, была введена норма, целый пакет инициатив по запрете спайсов, так называемых, этноботаников. Вот тогда, потому что была большая проблема, мы помним, она и сейчас есть, эти эпидемии. Не могли, полиция никак не могла реагировать на эти наркотики, их потребляли, так как они не были в списке запрещенных веществ, никто за это ничего не наказывал. Мы это ввели, улучшили национальную базу. В целом, национальная база неплохая. Вопрос в другом, в исполнении этого. Одно дело и в трактовке. Одно дело, когда, очень правильно сказал Динарий, насчет полиции, и сегодня об этом в коридорах, будем так говорить, говорилось, когда ловит гражданина, молодого человека, и трактует это, как он потребитель. Давайте мы его направим на обследование, давайте мы ему поможем. С другой стороны, трактуем это, как продавец. Какой он продавец? Если он, даже если и продает эту дозу, то он продает, чтобы заработать себе на дозу. Этим же пользуются сегодня дилеры. Мы видим, показывается очень много репортажей. Особенно МВД начала публиковать, вот эта открытость появилась, что взяли 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч лей. Это не деньги оптовиков. Это деньги просто тех, кто сам потребляет. А ведь мы не видим крупных, крупную рыбу. А сегодня, вы правильно сказали, мы, к сожалению, лидеры по трафику в регионе. Лидеры по трафику. Если позволите мне, я недавно изучал, как в Австралии, поскольку Австралия ежегодно употребляет более трех тонн героина, если я не ошибаюсь. В минерусских целях? Нет, это те цифры, которые официально озвучены, но есть и цифры, которые, так скажем, неофициальны. Так, в Австралии для того, чтобы добиться результата, вот именно сделали такой маленький союз между жителями, обычными людьми и полицией. Поскольку, если полицейский подойдет во двор и спросит, кто как употребляет, никто же ему не ответит, все боятся же за ответственность. А когда подходит какой-то житель по другим предлогам, он узнает большую информацию. В итоге они добились очень хороших результатов именно на начальных уровнях. Это дети, остались только, так скажем, профессионалы. Профессионалы, которые… Злосные потребители. Да, дискотека, там, где, так скажем, более маленький узкий круг, где в доверии к ним более трудно войти. А вот именно тот сегмент, который на данный момент, к сожалению, у нас в Молдавии самый такой большой, они это практически исключили у себя. А ведь это очень важно, чтобы ребенок 18 лет, до 18, даже 20 лет, молодые мамы, молодые будущие родители не употребляли это. Вот они, этот сегмент, им удалось как-то его уменьшить, намного уменьшить. Поэтому я думаю, если у нас получится сделать до конца, чтобы было именно это общество, которое будет работать с полицией, работать именно, и полиция будет понимать, что, говорит коллега, это не продавец, а это просто посредник, и работать в какую сторону, с какой стороны к этому посреднику идут все это, тогда у нас будут больше результатов. Поскольку сам, так назовем его, барин, который все это продает, он завтра найдет другого. И ему все равно на судьбу этого можно считать искалеченную судьбу. А если мы вот именно этих людей сможем как-то наказать, либо остановить, я надеюсь, тогда у нас будут реальные результаты, с реальной статистикой, и в дальнейшем приостановки продаж. Ну, вот сегодня мировая картина такая, такова. Мы видим, что наркотрафик, производство наркотиков практически захватывает целое государство. Более того, интегрируется в законодательство. Есть страны, где легально разрешено употребление, ну, пусть легких, как мы говорим, но наркотиков, частичное, но легализует это все. Тогда вот вопрос вам сначала, как к медику. Насколько это все оправдано с точки зрения медицины, здоровья человека, легализация в той или иной форме наркотиков. И следует ли вообще думать о том, что, ну, как бы, следует вообще дискутировать на тему, легализовать или не легализовать вот эти виды наркотиков? Давайте начнем с того, что до 60-х годов та же конопля использовалась в разных странах. Да самая хорошая бумага — это из конопли, каждый вам скажет. Но из-за индустриальных возможностей добыть деньги из леса больше, вот они интегрировали это в законодательство, что это наркотики. Ну, подождите, что наши дедушки и бабушки были наркоманами? Нет, пожалуйста, мы ели хлеб из семян конопли, мы одевались, хорошую одежду имели из конопли. Это можно сделать. Насчет, если говорить о зависимости, да не такая уж большая зависимость, любой нарколог скажет, от курения травы. Другой вопрос, то, что у нас используют те же таксисты по статистике всю траву во время работы. Это другой аспект вопроса. Но я не вижу такой проблемы для употребления. Более того, оно пойдет на прибыль экономики. Главное, чтобы это было правильно, все сделано. У нас есть ряд стран, которые позволили продажу конопли, даже как легкое наркотическое вещество. Но никто же не говорит, что экономика не идет у них от легкой продажи, как наркотика, а об остальном, там бумага, одежду можно шить. Отсюда все идет. Если промышленное дело, делать все качественно, поверьте, у нас не будет этого. Но есть синтетические наркотики, которые делаются в лабораторных условиях, которым не нужно поля. И ее легче сбывать, легче добывать. Вот это проблема. Кокаин уже тяжелые формы, которые ведут к зависимости. Вот это я вижу как проблема. А если есть возможность, и опять же, еще зависит, откуда берет человек. Если государство может контролировать все, что у него в государстве, пожалуйста, делай. Но если государство не контролирует те страны, которые приняли закон, и это включает в себя только, опять же, конопли, других наркотических средств, они не включили. Они контролируют все это. Есть определенный регион, где люди могут идти легально купить. Это не продается на каждом углу. И это, так скажем, не ведет к серьезным последствиям по здоровью самого населения. И я считаю, если государство может контролировать, оно должно контролировать, и пускай ведет к развитию своей экономики. Да, я не сторонник употребления, но давайте смотреть на положительную сторону. А то, что ведет к гибели, к тяжелому наркотизму, это должно караться мое личное мнение по жизненному заключению. Владимир, ваше видение о проблеме, следует ли идти по пути легализации какой-либо формы наркотиков, легкой, например, и действительно нужно ли усиливать законодательство в области усиления наказания за употребление, продажу? Сладкий плод всегда соблазнителен. Особенно запрещенный. Особенно запрещенный, конечно. Надо обязательно попробовать. Но я не сторонник того, что в жизни надо все пробовать. Это первое. Второе. Я не сторонник легализации той же марихуаны, каннабиса, потому что это у нас в стране, по крайней мере, и, как показала практика, это не ведет к положительным результатам. Дело в том, что, может быть, из-за культуры, может быть, я не знаю, можно ли так сказать, у меня сложный сейчас язык поворачивается, культура потребления марихуаны. Вот. Но мне кажется, такого нету. Другой вопрос, использовать ее в каких-то промышленных, практических целях, чтобы зарабатывать на других вещах, там, одежда, я знаю, какие-то стройматериалы и так далее, и тому подобное. Но, опять же, это все нужно делать очень аккуратно. В нашем государстве мы видим, когда люди обращаются в полицию, я сейчас никого не критикую, я говорю, как оно есть на самом деле, наши зрители согласны со мной, в этом уверены. И они говорят, да, хорошо, мы в курсе, что у вас на четвертом этаже, там, есть, и по ночам у вас там и запахи, и днем непонятно что, мы разберемся. Проходит неделя, две месяца, ничего не проходит. Это говорит о том, это говорит о том, знаете, когда общество не имеет единого подхода к проблеме лечения наркомании, профилактики, то с другой стороны, другие персонажи, в данном случае потребители и полиция, они очень хорошо нашли общий язык между собой. Я сейчас никого не обвиняю, сейчас говорю те примеры, которые есть, потому что люди обращаются не единожды в эти структуры, и нет реакции. А если есть реакция, то на уровне пришел участковый, посмотрел, у меня в доме, знаю, кто потребляет, не один раз просил, ребята, у нас во дворе дети играют, нельзя этим заниматься, нет, не видят. Потом, вот эти вот закладки и прочее, будем говорить, театроговая через интернет, которая идет по деревьям, детских площадок, под подъездами, под скамейками, и так далее, и тому подобное. То же самое, это и сейчас повально идет, я уверен, участковый об этом знает, участковый это тот, это как семейный врач, он все знает о том, что творится у него на участке, но не реагирует. Почему? Потому что есть вопросы. Если у нас вот такой подход, сейчас легализовать, я опять же, не сторонник, и не сложно об этом говорить, потому что я не хочу об этом говорить, я считаю, что здоровье общества превыше всего. Но с другой стороны, позволять сейчас какой-либо вид наркотиков, это равносильно тому, что позволят абсолютно все. С другой стороны, скажут, алкоголь же, это тоже зависимость, человек, эффект потребления марихуаны. Выкурил, ты в измененном состоянии сознания, скажем так. Выпил много, ты тоже в измененном состоянии сознания. Последствия могут быть одни и те же, потому что мы видим, многие убийства из-за алкоголизма, когда выпивают лишнего и не контролируют себя. Поэтому здесь тоже можно это все дело дискутировать, но с другой стороны, мы имеем химические вещи, мы имеем спайсы, которые люди выпадают с балконов, творят по ножовщинам, страшные вещи, абсолютно. Это неконтролируемые вещи, мы не можем себе это позволять. Поэтому я не сторонник легализации. Это первое, и это на данном этапе категорично. Второй момент, что касается профилактики, тут вопрос должен быть комплексный. Мы должны начать с детей, как говорил Динарий, как в других странах, это младший школьный возраст, 5-6 лет, есть сегодня организации, которые этим занимаются профессионально, занимаются воспитанием детей правильно, через учебные материалы, через сказки, через спектакли детские. Затем у нас идет школьный возраст, правильная работа, подростковый возраст, студенты, в том числе и средний возраст, потому что мы знаем, пристраститься можно в любом возрасте. Наркомания не имеет ни религии, ни цвета кожи, ни языка, ни вероисповеда, ничего. Я о чем говорю? Я говорю о комплексном подходе к проблеме. И когда мы будем иметь вот такой механизм, который будет правильно работать, параллельно с этим полиция, органы МВД, они будут выявлять нарушителей, они будут правильно и честно реагировать на те вещи, которые идут по их линии, то есть предотвращать ввоз, выращивание, незаконную продажу, тогда у нас будут результаты. Я за комплексный подход. Но для того, чтобы это было, нам необходимо создать единый центр, который бы занимался управлением всего этого процесса, разработкой методов, регламентов, механизмов, улучшением законодательной базы в процессе работы, потому что все может быть и везде можно найти изъян, если захотеть это сделать. Для этого должно быть национальное агентство антинаркотическое, то, что есть во многих других странах. У нас этого нет. Мы об этом говорим уже несколько лет. Это уровень компетенции и полномочий. Это уровень компетенции и полномочий, потому что мы сегодня как свалили все? У нас сегодня полиция, они должны отлавливать, некоторые думают, что они еще должны воспитывать их. Не делает это полиция. Мы должны сначала подготовить полицию, чтобы они воспитывали их, а потом просить от них что-то. Наркодиспансер. Вы должны вылечить моего ребенка. Так ваш ребенок заражался ни месяц, ни два. Наркодиспансер 28 дней в случае госпитализации отлежит. Его насколько-настолько вылечат, и на этом точка. А у нас процесс реабилитации минимум полгода должен быть. Ресоциализации затем еще полгода. Здесь должна семья уже поработать. В том-то и дело, что еще нужно работать с созависимыми, то есть с родителями, с братьями, с сестрами и так далее, которые вращаются, которые создают этому человеку жизнь. Дальше, следующий вопрос. А что делать с человеком, когда он уже вышел из этого состояния? Будем так условно говорить, вылечился, потому что я не считаю, что это такая сильная болезнь, я считаю, что человеку нужно помогать. Ему профессию обрести, если он потерял навыки. Бывает и такое, вернуться в общество, вернуться профессионально в общество. Это нужно сделать. Одновременно под это все нужны специалисты. Как по работе в детском саде, так и в школе. У нас на сегодняшний день выступали общественники, говорят, что учитель физики преподает, значит, пришел с уроком о том, о вреде наркотиков. Он физик, конечно, хороший, в этом не сомневаюсь, но здесь же подготовка нужна. Здесь нужен особый инструментарий работы со школьниками. Знание детской психологии. Совершенно верно. Знание подходов, понимание, умение работать с людьми. И вопрос специалистов, он серьезный очень. Плюс еще ко всему, у нас же какая еще проблема есть? Мы не знаем профиль наркомана. Ну вот мы знаем профиль... Я имею в виду, какие наркотики употребляют? Нет, 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 нет. Или профессиональные? Кто такой? Вот в криминалистике есть профиль, у тебя, Чезарь Ламброза, знаменитый, он описал профиль убийцы, профиль того, а кто такой у нас? Молдавский наркоман. Потому что румынский наркоман, это другой наркоман. В России он тоже другой наркоман. То есть есть национальные особенности? Есть территориальные особенности, будем так говорить. Финансовые, так скажем. Зависит от финансов. В Румынии это один. Это уровень жизни, получается, продиктует. Можно и так сказать, но тут вопрос шире и комплекснее. Не хочу быть категоричнее. Кто он, этот человек? Если мы возьмем его подростка, например, с какой он семьи преимущественно, с какой группы риска, если что. Видите, у нас только в Кишине есть 40 тысяч школьников в группе риска по республике, где ситуация экономическая еще хуже, где социальная ситуация еще хуже. Я уверен, там еще хуже ситуация с группой риска. Сколько этому человеку лет? Есть ли у него семья? Какой он преимущественно профессии, если он работает без профессии, учился, плохо учился, как учился, вплоть до физиологических особенностей, вплоть до мимических особенностей, если хотите. То есть это все нужно изучить, все нужно подготовить. Это не месяц, это не два, это не год, это длинная, кропотливая работа, но которая дает результаты. Вот в Российской Федерации в свое время был такой центр, то, о чем я говорю, национальное антиатаркетическое агентство. Оно и сейчас есть, сейчас оно видоизменилось. Руководил им господин Иванов. За 10 лет работы у них результаты лучше, чем у МВД были. Что потом произошло, я не буду об этом говорить, это их дело. Иностранные государства, они пусть сами разбираются со своими делами, но отчеты, они в европейской статистике, у них была положительная динамика, уменьшение, уменьшение, уменьшение. Такая же ситуация была и в Румынии. Сейчас в России передали эту структуру под МВД. И, естественно, все это дело потихонечку заглохо. В Румынии такая же ситуация была. 4 года было агентство, оно, правда, было на европейские деньги, у Румынии не было своих денег, у них улучшала статистика, они внедряли программы, они работали. После этого тоже передали под МВД. И на сегодняшний день ситуация в Румынии такая, какая есть, что количество потребителей травы почти 600 тысяч. Вы такой акцент поставили на траву. Когда вы начали с травы, я уже продолжил. Нет, я когда говорил, что нужно легализировать, я говорил как индустриальную форму. Если говорить про зависимость и употребление, я тут, давайте так, что сейчас происходит в Западной Европе. Пока наша страна это не может контролировать, она, естественно, на себя не возьмет. Но индустриальную форму нужно как-то внедрять. Мое личное мнение, поскольку оно прибыльное, оно даст и рабочие места, оно как-то поможет выйти. В Афганистане тоже дал рабочие места. Нет, не нужно путать. Сейчас это страна лидер производства. Почему тогда, я тут с прямыми примерами, почему тогда полицейский, секторист в поселке видит, где у одного жителя растут два кустика и приходят с штрафом. И в той же деревне, там, где целое поле сидит, он этого не видит. Промышленные масштабы, видимо, не поддаются оценке простого полицейского. Более того, у меня есть другой пример, который даже был в прошлом году, если я не ошибаюсь, где-то под Кишиневом. Двое заключенных выращивали целое лето. И как-то их поймали только осенью, когда все это уже сушилось. Их, наверное, отпустили, чтобы они выращивали. Да, правильно. Их отпустили, они выращивали, и потом опять закрыли. Когда снимали урожай, а вставали. А целое лето, сколько это давало прибыль, их никто не ловил. Мое личное мнение, что здесь есть и структурные люди, которые замешаны. Более того, мое личное мнение, что они это контролируют. Но, опять же, пока миссии их не пойман, не вор. Это нужно как-то, опять же, чтобы государство это контролировало. С того момента, когда мы сможем делать промышленные вещи, поверьте мне, это не будет для полицейских либо для других как точкой прибыли. Вот они поменяют свой профиль, поскольку этим занимается. Плод хорош только, когда он запрещен. Если он будет легализирован, то он закрывается. Может сложиться мнение, что происходит таким образом капитуляция перед давлением наркобизнеса. Сейчас мы разрешим нечто в легкой форме под прикрытием промышленного производства. Действительно, я понимаю, что качество товаров, производимых из конопли, соответствует запросу. Но разные сорта. Для того, чтобы курить, это определенные сорта, для промышленных наоборот. Мы же говорим все равно о легализации потребления наркотиков. И здесь происходит, мы знаем, что в Голландии можно легально купить легкие наркоманы. И что, в Голландии все наркоманы? Не все, слава богу, есть, наверное, ответственные люди. В Канаде разрешено производство конопли для употребления именно в качестве курения. И что, все наши эмигранты из Молдавии, которые туда уехали, наркоманы? Нет. Они работают, но есть масса людей, которые, видимо, есть чем заняться. То, сколько государство может контролировать, это можно допускать. Если государство имеет хотя бы один процент через год, скажем, что он теряет свои ряды, это все запрещается. Это все легко и быстро делается. Но пока кому-то выгодно, поверьте мне, все, что связано с наркоманией в нашем государстве, как и на Украине, как и в Румынии, как и в разных странах, это все контролируется не без структурных людей. Я наблюдал за трансляцией вот этих слушаний посредством видеокамеры нашего телеканала. Я обратил внимание на следующий момент. В частности, даже наша беседа, она похожа на эти слушания тем, что мы с вами пытаемся воздействовать на уменьшение армии потенциальных потребителей наркотических средств. Но ведь есть, ну, как бы, это один момент. Да, мы говорим о том, что нужно усилить давление полиции, полицейских органов, то, чтобы выявить организаторов этого наркобизнеса. Но ведь сегодня, смотрите, 21 век, возможности для реализации, ну, будем говорить, самые необыкновенные. То есть, это может быть, да, там, из рук в руки, как это происходило веками, но ведь сегодня есть интернет, где можно посредством каких-то интернет-магазинов легко получить то, что ты хочешь, вплоть до запрещенного, так сказать, плода, который сладок. вот как здесь, какая программа может быть здесь по борьбе вот с, ну, не знаю, вот с этими площадками, с теми, кто хочет организовать такой бизнес, тем самым нажиться, может быть, для стартового капитала, что потом создать производство конопляных веников, которые, в общем-то, никого не нравятся. Если вы мне позволите. Вы знаете, я врач, много лет я работал на скорой помощи, много лет. Одни из пациентов, которые вызывали нас на дом, это были такие именно наркозависимые. К сожалению, или к радости, я не знаю, но 80% это зажиточные люди были. Это мое личное мнение, исходя из того, куда я входил, в какой дом я входил. Притом родители знали, естественно, родители хотели как-то помочь своему чаду. Оказывается, я открыл глаза только сейчас с помощью коллеги. Спайс продается просто. Если вы видите на вашем доме новую надпись с баллончиком, поверьте, там рядом где-то продается что-то из наркотических веществ. Если вы возле детского садика либо школы увидите на знаках кирпич, к примеру, который перед каждой школой, либо зебра, баллончиком, поверьте, там продается спайс. Поверьте, оно так и есть. И полиция знает прекрасно в этом. Скажите мне сейчас, сколько правонарушителей полиция там ловит? Нисколько. Опять же, мы входим к выводу, что никто не доверяет этому полицейскому и не хочет ему говорить информацию. Опять же, пока мы не сделаем структуру, которая сможет связать именно государственные структуры и неправительственные организации, либо напрямую, чтобы они между собой работали, мы не сможем иметь результаты, поскольку у нас в стране никто не доверяет никакой государственной структуры. Даже медикам не доверяют. Вот смотрите, то, что сейчас, несмотря на то, что вроде бы врачи спасают жизни, несмотря на то, что пожарники спасают жизнь, никто же им не доверяет, а вы пока не спредите. К сожалению, такое у нас сложилось в обществе мнение. Но если мы сможем этот переломный момент изменить, у нас будут хорошие результаты. Притом, вот товарищ знает четкие и ясные моменты, когда родители к нему обращаются, родители обращаются и говорят, вот там продают, мой ребенок оттуда брал. Никто же не делает какое-то так называемое область. К сожалению, у нас осталось совсем мало времени, точнее, меньше минуты. Давайте так, секунд 20 каждый из вас ответит на такой вопрос. Мы уже перешли даже в более практическую область. Наш разговор перешел в эту стадию. Вот если вдруг кто-то из наших телезрителей сейчас смотря на нас понимает или знает об этом, что он находится в зоне риска или кто-то из его близких нуждается в какой-то конкретной помощи. С чего нужно сегодня начать этому человеку помогать своему близкому, чтобы выйти из наркотической зависимости? Допустим, 20 секунд. 20 секунд, если коротко. Первое, они кричат на него, что он плохой и что он непотребный, поговорить с ним, понять, что он этим заменяет. Ведь это замена радости человечки. Почему это происходит? Если вопрос идет уже очень глубокий, то, конечно, попытаться с ним поговорить и отвести к доктору, поговорить с доктором. Либо, как правило, это не будет. Наркоманы это не те люди, либо потребляющие, не те люди, которые признают и соглашаются. Но пойти к доктору и поговорить, привести компетентного психолога, пообщаться с этим человеком. Но ни в коем случае не оставлять его один на один с проблемой. А готов он принять помощь? Я не знаю ни одного наркомана, будем условно так называть, который бы лично пришел в центр помощи и сказал о том, что я хочу, помогите мне, пожалуйста, мне сложно. Динарий, вот ваш совет тому, кто попал в такой ситуации и готов помочь протянуть руку помощи. Сто процентов соглашусь, начнется с общения. Без общения у нас не будет результата. Раз. Два. Для того, чтобы мы сузили этот круг, естественно, это нужно будет поговорить с теми органами, которые занимаются. Естественно, я повторюсь, на данный момент с полицией никто не хочет связываться, но есть очень много организаций, которые будут рады помочь именно вот тот квартал, где он купил, как-то заняться ими, там выявить, кто это делает. Поверьте, если там будут две недели, не более, или раз в две недели приходить с маленьким надсмотром, там больше продавать не будут. Это большой шаг, потому что это сможет спасти других, которых не успели еще обмануть. И, естественно, если он начинающий и найти, как говорит коллега, на что он это заменяет, это 100% забывается. Поскольку на данный момент у нас молодежь, к сожалению, ничем заняться им. Они идут во двор, раньше были где-то спортивные площадки, вот сейчас мы начали как-то их строить, что-то делать. Они играли в футбол, били мяч, турник, сейчас что? Приходит кто-то, даже освещения нет во дворах, приходит кто-то, я вам подарю счастье. Сегодня были представители спорторганизации, которые просили помощи, которые, опять же, обратятся к муниципальному совету к этим вопросам, они готовы работать с детьми из зоны риска, только говорят, просто помогите, как минимум помещение дайте свободное, это либо бойцовские клубы, либо футбол, волейбол и так далее. Ну, это очень здорово. Спасибо вам за этот разговор, но несмотря на такой спокойный тон нашей беседы, в принципе, я думаю, зритель не должен обманываться, проблема действительно кричащая, и более того, по моему убеждению, как бы мы не запоздали со всем этим, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, те, кто втягивает нас с вами в круг своих интересов, кто заставляет молодых людей, людей старшего возраста становиться наркоманами, они, в общем-то, из этого извлекают, главное, финансовую прибыль, что будет судьбой этих людей, ему фактически наплевать. И пришло время, когда государство, общество должно, конечно, объединиться в борьбе с этим злом, борьбе с наркоманией, потому что, в общем-то, вот мне стало, или уже, в принципе, я убежден, это вопрос выживания нации, вопрос выживания, здоровья нации, а значит и выживания нации. И поэтому начать борьбу нужно вот с этой, с каждой минутой сегодняшней жизни. Если позволите, буквально фразу, каждый человек в обществе должен понять, что он не должен ждать, чтобы проблема вошла в его двор, в его дом. Он должен просто посмотреть по сторонам. Если он видит что-то непонятное, что-то из того, что мы сказали, пускай хотя бы полиции наберет, те пускай узнают, пускай напишут заявление. К сожалению, у нас общество по камесь не пострадает, оно не начинает открывать глаза. Ну, будем заниматься сообща. Спасибо за разговор, будем обязательно помогать вам в этом нелегком деле. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Односталко, муниципальный советник от партии социалистов Динарий Кожакара. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова